Друзья, приветствую вас! Добро пожаловать на страницу моей мастерской. И сегодня, в преддверии нового учебного года, я бы хотела поговорить с вами о четырёх компонентах или о четырёх составляющих интересной, успешной, продуктивной учебной работы. И, как видите, сегодня я вещаю не со своей кухней, сегодня я в парке, пользуясь той возможностью, что пока мой ребёнок на тренировке, я пришла в парк и вышла на встречу с вами. Вот почему важно поговорить об этих четырёх компонентах. Дело в том, что мы с вами в течение года учебного, дорогие мои коллеги, мы с вами ещё будем много раз встречаться онлайн. И если вы подписаны на мою страничку, то вы увидите ещё очень много полезной информации. Мы будем говорить о том, как построить учебный процесс, мы будем говорить о том, как применять, как использовать оценивание как поддержку, какие инструменты ИКТ мы можем использовать в учебной работе для того, чтобы поддержать или помочь нашим учащимся и так далее. Но вот если мы не внедрим вот с самого первого дня учебной работы вот эти вот четыре составляющих, о которых я вам сейчас расскажу, эта работа будет не такой плодотворной, насколько она могла бы быть. Но эти четыре компонента, можно сказать, это залог успешной работы, залог успеха. Хотя, конечно, к этому слову ещё можно придраться. Итак, начнём. Я не знаю, сейчас попали ли вы уже на трансляцию, это онлайн-трансляция. Если вы попали, тогда вы можете комментировать. У меня, к сожалению, тут не отображается пока никаких цифр, но я продолжу. Возможно, вы уже здесь, тогда вы можете смело комментировать. Итак, вот самое первое, коллеги, самый первый и важный момент, я бы даже сказала, это не как отдельная составляющая, это ваша задача на целый год, это выстроить доверительные отношения с учащимися. Построить доверительные отношения с учащимися – это очень важно. Что получается? Учебный процесс, он состоит не только из одного учебного содержания. Я думаю, это вы все знаете. Это, безусловно, и социальная часть, это социальная адаптация, это отношения с учениками, это совместная работа, это, безусловно, учебный контент, но есть еще одна третья важная часть – это эмоциональная часть, куда входит и мотивация, и доверие. И эту часть ни в коем случае нельзя исключать. Вот если у вас с учениками выстроены доверительные отношения, если они вам доверяют, они вас не боятся, они понимают, что вы тот человек, который им вообще-то помогает здесь, а не контролирует, не наказывает, если вам интересны ваши учащиеся, если вам с ними интересно, то можно считать, что такие отношения у вас выстроены, и работать с учащимися, когда такие отношения есть, выстраивать свой урок каким-то иным образом, по какому-то инновационному сценарию, использовать новые методы, применять новые инструменты, поверьте, друзья, будет намного легче и проще, намного. Я много работаю с учителями, вы знаете, я очень много работаю с учителями, и мне нравится безумно эта работа. И я могу сказать, что вот в том классе, где у учителя вот этих отношений не выстроено, где годами сформировалась совсем иной паттерн, совсем иная культура работы с учащимися, где учитель привык, что у него ведущая роль в классе, куда он заходит и у доски вещает, учащиеся под его дитковку или под его инструкциями работают, и выходит затем из класса, домашняя работа, проверка, ну вот как-то таким образом выстроена, где нет общения, где нет вот какой-то вот этой вот изюминки, вот нет вот этой вот составляющей, о которой я говорила, вот этой эмоциональной, там труднее отдаётся внедрение каких-то, каких-то иных методов работы с учащимися, чем, например, которые учитель использовал до этого. Поэтому вот эта задача на весь год – выстраивать доверительные отношениями с учащимися обязательно. Второй компонент, второй компонент я бы назвала так – ваши высокие ожидания от учащихся. Я когда-то читала об очень интересном эксперименте, который был проведён в Сан-Франциско. В городе были выбраны как-то рандомно, рандомным совершенно путём, случайным путём, были выбраны несколько школ. Школы по общему уровню развития и результатов экзаменов были приблизительно одинаковые. В этих школах они выбрали учителей начальных классов, именно начальных, те, которые берут своих учеников с первого класса. Так, я тут вас немножко потрясу, поменяю позу, чтобы рука не затекала. Выбрали несколько учителей. Смотрели опять-таки так же, чтобы те учащиеся, которые приходят в эти первые классы, чтобы их уровень более-менее между собой в этих классах совпадал. И вот этих учителей начальных классов разделили на две группы. Одной группе учителей сказали, что за их хорошую работу, за их труд им дают одарённых детей. Вот теперь в первом классе они получают одарённых учащихся, с которыми они теперь могут работать свободно, использовать весь свой творческий потенциал и просто наслаждаться, наконец-таки, этим учебным процессом, получать от него удовольствие. Другой группе учителей не сказали ничего, просто. Я даже не знаю, они знали, что они участвуют в этом эксперименте или нет, этого я даже не помню, таких мелочей. Но единственное, что тех учителей, которых предупредили, что у них одарённые ученики, несмотря на то, что класс был совершенно обыкновенный, то есть ничем не отличался от предыдущего года по результатам, их попросили только об этом никому не говорить. То есть ни в коем случае ни ученикам, ни родителям об этом знали только они. Это был их маленький такой небольшой секрет. Так вот, по окончанию года, или то ли они в конце третьего класса смотрели, то ли они в конце первого класса смотрели, вот не буду врать, честно, не помню. Нужно будет заново почитать и найти об этом эксперименте. Так вот, результаты у тех учителей, которые считали, что они работают с одарёнными учениками, результаты были лучше, и результаты были выше. Это о чём говорит? Чем выше ваши ожидания, чем больше вы верите ваших учащихся, чем больше вы уверены в том, что они способны на большее, тем выше результаты вы получаете. Вот в класс нужно входить с полной уверенностью в том, что у вас именно такие ученики, и вы именно таких учеников и получите в итоге. Вот эта магия, понимаете, вот эти вот компоненты, о которых я вам сейчас рассказываю, это магия учебного процесса. Это то, что нельзя пощупать, нельзя измерить, нельзя увидеть как вооружённым, так и невооружённым взглядом. Но это то, что реально работает. Это то, что действительно срабатывает. Это то, к чему нужно стремиться. Я замечаю по некоторым педагогам их такой скептический настрой в учебном процессе. И порой они препятствуют, в принципе, творчеству молодых педагогов, которые приходят в школу. Приходит молодой педагог, он хочет реализовать свой творческий потенциал, он хочет попробовать так, сяк, он полон оптимизма, энтузиазма. И тогда вот такие вот скептики говорят, ну ладно, 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 я посмотрю на тебя через год, ладно, посмотрим, что с тобой будет. Ну подожди, нет, ты просто ещё не знаешь, скоро-то твои крылья уже. Зачем? Вот тот педагог, который вот летит на своих крыльях в класс, он поступает абсолютно правильно, и этих скептиков нужно миновать напрочь. Чем выше ваши ожидания, тем выше ожидания ваших учащихся. В это надо помнить и не обращать внимания на тех, кто говорит иначе. Третий компонент, третий компонент, вот коллеги, с которого очень важно начать. Кстати, вот те, кто присутствует сейчас на онлайн-трансляции, вы можете, вот как в Перископе, если вы слушали меня в Перископе, вы можете здесь лайкать, если вы будете нажимать, по-моему, на экран, или пальчик у вас там где-то должен быть, что если вы будете нажимать, то они будут здесь по экрану у нас лететь. Так вот, третий компонент, выявление ожиданий учащихся, выявление интересов учащихся. Это третий компонент, с которого можно начать учебный год. Понятно, что 1 сентября у нас актус, праздник, у нас там выдача. О, замечательно, лайк полетел, супер-супер-супер, значит, вы это умеете. Вот можете вот такие лайки ставить, там можно и сердечки ставить, и пальчики пускать. Вот пускайте, мне приятно. Я тогда знаю, что вы здесь, а я не одна. Так вот, 1 сентября, как я уже сказала, это праздник, не получится, а вот 2 сентября, когда они уже придут на ваш урок, можно посвятить тому, чтобы узнать о их желаниях, чтобы узнать о их предпочтениях. Если вы работаете с ними в компьютерном классе, или если у них есть свои мобильные телефоны, то можно создать гугл-форму, и в гугл-форме они опишут ваши ожидания. Я всегда первый урок начинала именно с этого. Неважно, какой класс у меня был, это гимназия или это была основная школа, я всегда начинала именно с этого. Я запускала гугл-форму, где я спрашивала, какие темы из моего предмета им интересны, какие вопросы у них есть, на какие вопросы они хотели бы получить ответы, чем они сами в конце концов могли бы поделиться. У меня был предмет информатика, это такой предмет, где один учитель не может уметь и знать абсолютно всё. У меня некоторые ученики были, которые прекрасно владели двумя языками программирования, и, например, об одном из них я могла ничего не знать абсолютно. Почему бы этот ученик, если у других есть желание, не мог бы поделиться своим знанием и побыть в роли учителя, отчего и нет. Я только за, он бы ещё меня бы научил бесплатно. Это только плюс. Какая форма работы им предпочтительнее? Как им нравится работать в группах? Больше индивидуально, под руководством учителя, самостоятельно. Это первый шаг навстречу им, затем они этот шаг сделают навстречу вам. Юрий, например, Курвиц, он говорит о том, что у него первая лекция в университете, которая длится полтора часа, из неё, наверное, час двадцать у него уходит на дискуссию со студентами, у него сидит больше ста студентов по аудитории, и у них проходит этап знакомства, потому что они должны знать, в каком стиле он работает, он должен знать, какой стиль они предпочитают, они должны выстроить отношения. Каждый студент должен понять, что он интересен этому преподавателю. Так же, как ваши ученики должны понять, что их мнение не уйдёт в пустоту. Вы спрашиваете не просто так формально, давайте заполните, и мы эти бумажки сложим. Нет, потому что в следующий раз вы им покажете их ответы, вы расскажете, как вы теперь будете работать. Можно даже составить рабочий план, как писал Рустам Курбатов, как они делают в начале года. Ученики просто записывают свои вопросы. У них же вопросов так много. Они записывают свои вопросы, которые у них есть. Почему трава зелёная, почему солнце светит, почему дождь идёт. Ну, это сейчас у меня связанные с природой вопросы возникли. А у них же много разных и других. И они все умещаются в школьную программу. Исходя из их вопросов, учителя потом составляют свои учебные планы. И каждый ученик понимает, зачем он идёт сегодня в школу. Он идёт получить свой ответ на свой вопрос. А может быть, даже открыть, не получить его. А может быть, он сам его откроет. Так вот, третий пункт, это очень важно. Это начать с выявления ожиданий ваших учащихся. Это нужно для того, чтобы... Опять-таки, это маленький такой пунктик. Но они со временем тогда начнут понимать, что вообще-то этот учебный процесс выстроен для них. Он им нужен. Он для них должен быть интересен. И это вы здесь тот человек, который им поможет найти вопросы на их ответы. И четвёртый пункт, коллеги. Четвёртый пункт – это улыбка. Это улыбка. Вот если для вас, для тех, кто меня смотрит и слушает, вот если для вас это тривиально, как бы, само собой, вашим ученикам просто повезло. Очень много педагогов в школе я вижу серьёзных. Все серьёзные. Все такие серьёзные. Много проблем, много забот. Новая программа, старая программа. Реформы, оценивания. Много учеников. Администрация не устраивает. Всё так сложно, всё так плохо. И нет улыбок. Но нет улыбок в классе. Поверьте мне, улыбка может изменить многое. Я даже забыла, кто сказал эту замечательную фразу. Я когда-то её опубликовала у себя на страничке в Фейсбуке. Используйте свою улыбку, чтобы изменить мир. И не позволяйте миру изменить вашу улыбку. Или как-то повлиять на ваше настроение. Обязательно улыбайтесь. Обязательно. Лучше больше улыбаться, чем меньше. В любой ситуации обязательно улыбайтесь. Ходите в класс, улыбайтесь вашим ученикам. Улыбайтесь им на перемене. Пусть они приходят к вам в класс с хорошим настроением. Пусть они уходят из вашего класса с хорошим настроением. Учебный контент – это лишь одна малая часть школьной жизни. Там есть ещё больше составляющих. И вот эта эмоциональная составляющая, которую я сказала в первом пункте, она обязательно должна присутствовать. Что ж, я рассказала об этих важных, на мой взгляд, четырёх составляющих. Вот эта основа, это фундамент. Они должны проходить красной нитью через каждый ваш урок из года в год, в каждом учебном году, в каждом классе. Если это есть, поверьте мне, всё, о чём я пишу на своих страницах, всё, о чём я ещё буду говорить, оно всё идеально сработает. Вот просто перфектно сработает, я бы сказала. Мне тут сразу же приходит пример, как, опять-таки, Юрий Курвиц рассказывал, у него был один класс, с которым он работал с восьмого класса. Он преподавал им математику, он работал с ними с восьмого класса. Он начинал с ними работать на блоге, затем были совместные домашние задания. И, как он сам сказал, к двенадцатому классу он мог делать с ними всё, что угодно. Вот, друзья, правда, это были дети, которые просили дать домашнюю работу, умоляли его дать им домашнюю работу. И когда он говорил, что, ну, слушайте, я не успеваю, я уезжаю в Финляндию, у меня конференция, ребят, я не поставлю. Они писали на блоге, пожалуйста, дайте нам домашнюю работу, мы хотим порешать. Эти дети без него учились в классе. Когда у Юры уже работал и в университете параллельно, и учился в докторантуре в Хельсинки, когда у него уже оставалось меньше времени на школу, эти учащиеся приходили сами в класс учебный и работали там самостоятельно, без учителя. Вот это потому, что была проделана долгая-долгая работа, где вот этих вот четыре составляющих, о которых я говорила, у Юри были всегда включены. И каждый у него урок был не просто с улыбкой, со смехом, с юмором, порой с хохотом, потому что фан-фактор должен быть обязательно. Без фана в школу ходить и на урок ходить неинтересно. Если есть фан, то и всё остальное будет просто замечательно. Что ж, коллеги, я надеюсь, что это видео было для вас интересным. Я желаю вам мотивации, я желаю вам творчества, я желаю вам энтузиазма и драйва внутреннего. Я хочу, чтобы вы летели в школу, я хочу, чтобы вы летели с большим удовольствием на свой урок, чтобы вам было интересно работать с учениками. Ну, а всё остальное, всё остальное вы знаете, вы можете найти на моих страничках, вы знаете, что вы можете найти в своём блоге, задать мне вопрос, потому что всё остальное дело наживное, и в этом-то я вам точно смогу помочь. Спасибо вам огромное за просмотр, спасибо тем, кто присутствовал здесь онлайн. Всего вам доброго, счастливого вам, удачного 1 сентября. Я для вас заготовила уже чудную цитату, завтра её опубликую. С утра пораньше, может быть, часика в 6 утра даже опубликую её для вас. Совершенно замечательную цитату. Если вы ещё не подписаны на мою страничку, обязательно подписывайтесь, потому что здесь очень много, точнее, здесь только полезная и интересная информация для вас. Всего вам самого наилучшего, и до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok